Начинаем выпуск с главной политической новости. В эти минуты идет очередная сессия городского совета. Самый ожидаемый вопрос, состоящий в повестке, это внесение изменений в устав города. Они предполагают отмену прямых выборов главы Красноярска. Не менее ожидаем вопрос и об освобождении Валерия Ревкуса от полномочий председателя горсовета. В повестке он стоит последним. Напомню, накануне спикер написал заявление о выходе из парламентской фракции. И буквально полчаса назад стало известно, что депутаты проголосовали за отставку Валерия Ревкуса. Сейчас на месте находится моя коллега Наталья Истомина. Наташа, как прошло обсуждение? Анастасия, здравствуй. Ну, во-первых, обсуждение закончилось буквально несколько минут назад. И оно было очень эмоциональным. Прозвучало много оскорблений в адрес «Единая Россия». Напомню, это именно она рекомендовала своему коллеге Валерию Ревкусу сложить в себя полномочия. Досталось и мэру Эдхаму Акбулатову. Его обвинили в том, что он резко поменял свое мнение о горсовете буквально несколько месяцев назад. Он еще был доволен работой депутатов, но вот буквально несколько недель назад изменил свою позицию. Что интересно, никто из тех, кто был против нынешнего спикера, так и не ответил, чем же конкретно не устроила их эта персона. Не пояснил этого и мэр. Он лишь сказал, что мнение своего о депутатах не менял. Но вот сейчас в горсовете слишком много эмоций, слишком много конфликтов. И возможно, что новый спикер сгладит эту ситуацию. Было объявлено тайное голосование. В итоге 19 депутатов проголосовало за отставку председателя. 11 против. Для самого Валерия Ревкуца это решение, похоже, стало полной неожиданностью. Он назвал действия «Единой России» настоящим предательством. Накануне он вышел из партии. Но сегодня, к сожалению, конкретно не сказал, примкнет ли он к какой-то другой фракции. Ну и вот до конца сентября должны выбрать нового председателя. И пока в горсовете хранят молчание, кто же может им стать. К этой минуте пока все, Анастасия. Спасибо за оперативную информацию. Наталья, держи нас в курсе дела. Я напомню, на прямой связи с нашей студией была корреспондент Наталья Истомина. Все подробности этой шумной сессии мы обязательно расскажем в главном часе в 19.30. А также о событиях, происходящих в горсовете, поговорим с гостем в прямом эфире. Не пропустите. И мы продолжаем.